Вопрос внешней концепции, внешней политики, конечно, вопрос очень важный. Я его просмотрел, как и все вы. Если сказать, что он такой объемный, все раскрывающий, я так не считаю. Он такой типовой, который в любой нашей общественной организации, в наших высказываниях, в нашем видении, практически мы это везде тоже сами прописывали. Я все-таки думал, что здесь более конкретный будет, более объемный, чтобы понимать, в каких направлениях больше надо налегать, где больше надо. Но он такой больше типовой стал. Я понимаю, что наши друзья беспокоены. Конечно, есть вопрос вот это 2 и 3. Но прежде чем туда подойти, я, если позволите, наверное, чуть-чуть тоже время ваше займу. Вот есть такой пункт 1-2. Тесное сотрудничество с Российской Федерацией в области. Но это вопрос будет, Даур Владимирович, к вам. О чем говорит, что по внешней политике это четвертая статья договора была, который, к сожалению, мы не все его исполняем. Ни прошлая власть, ни нынешняя власть. В этом плане минусы имеют. Но если мы по этим договорам, мы плотно работали, либо больше обращали внимания, наверное, у нас ситуация даже лучше была. О чем говорит четвертый договор? О том, что там консультативные дела, внешнюю политику обсуждают с российским МИДом и с нашим МИДом. И какие-то общие направления они вырабатывают. Говорится ли о том, что мы сейчас переходим на многоуровневые переговоры с Грузией, что здесь мы все исчерпали. И что Российская Федерация, в частности МИД, вам посоветовал пойти по такому пути. Это первый вопрос. Потом наверняка вы будете комментировать, наверное, на все наши выступления. И второй вопрос тоже из пункта внешней политики. Один и один вопрос такой. Ну, основополагающим документам, закрепляющим и так далее, и так далее. О дружбе, сотрудничестве там, взаимной помощи. И ссылка на наши договоры от 17 сентября 2008 года, от 24 ноября 2014 года. И самая интересная формулировка. Эти договоры в полной мере отвечают интересам Республики Абхазия. Это же сегодняшние, да, люди пишут наши, которые у власти. Свежа память, когда 14 ноября 2014 года нам здесь пикеты устраивали. Помнили, говорили, что мы этим договором продаем страну, на границе там устраивали пикеты. А эти люди, которые устраивали, они в курсе, что сегодняшняя власть сказала, что это очень хороший интерес, интерес Республики Абхазии в полной мере отвечает нашим интересам. Вот это очень интересный вопрос. Знаете, мы забываем, когда в одних и тех же ипостатиях, то есть в разных ипостатиях, когда люди находятся, что говорят и что делают, разнятся очень серьезно. Очень многие здесь сидящие, сейчас не будем углубляться о тех вещах, о которых они говорили, сегодня реально что делают, да. Тоже очень интересный вопрос, согласны ли с такой постановкой вопроса, да. И вот здесь Тимуром Хухутовичем, может я не везде согласен, но в основном согласен, если даже, не то что даже, те вопросы, которые они предлагают, да, там усилики и так далее. А я не знаю, насколько может быть, это сейчас мое, что я сейчас скажу, может выглядеть, как, знаете, как снег, как выпавший снег летом, но я, например, добавил бы туда еще и выплату контрибуции, которые в свое время готовила с абхазской стороной в размере 2 миллиардов долларов. Конечно, никакие деньги не заменят нам жизнь тех ребят, которые положили, да, но это надо делать. Это когда-то может и сыграть свою роль, и где-то может быть, на самом деле, сегодня мы спорим, но в процессе уже, значит, может быть, и пойдут процессы, переговоры такой, что, может быть, и грузинская сторона будет готова признать и геноцид и так далее. И у нас вопрос этот станет, почему мы не должны это включать. Я считаю, что мы обязательно должны это включать. Теперь, Сергей Миронович, пользуясь моментом, во-первых, хочу вас поблагодарить, что вы поздравили, как бы, свою, ну, один из родоначальников этой организации были вы, что вы нас лично поздравили, не меня лично, конечно, но организации, конечно, спасибо вам за это. Наши с вами отношения в разных фазах разные были, но я, как политик, обязан с вами общаться, и потому вы у вас здесь говорили в вашем коротком выступлении, что не все вас поняли, почему так к вам, ну, там, в соцсетях и так далее, там, относятся и так далее, и так далее. Сергей Миронович, я ни в коей мере в вашем компетентности не хотел бы усомниться, не хотел бы усомниться, да, ну, в разное время разные политики по-разному интерпретируют разные, ну, высказывания или там, отношения к тем или иным делам. Ну, свежа память, когда вы были министром иностранных дел, сегодня вы возглавляете один из серьезных институтов власти СОВБЕЗ, когда вы не то, что там, как бы, это рекламировали или, там, не знаю, там, продвигали, но, наверное, у вас в видении тогда такое было, когда вы советовали согласиться с вводом полицейских и уановских сил Кудровского ущелья. Знаете, после этого как-то вот у людей сложилось, что, может быть, все, что вы говорите, они всегда это на штыки воспринимают, так что вы не удивляйтесь, когда вы высказываете, что люди стараются это перепроверить еще раз, почему он так сказал, что под этим он имел в виду. Сергей Милович, я же, я извиняюсь, я же вас не перебивал, да. И потому, наверное, вы должны будете всегда, как бы, да, вот каждое свое слово там несколько раз там объяснять, и почему люди недовольны каждым вашим высказыванием. И еще, знаете, вот концепция внешней политики Республики Абхазии, это не просто Республики Абхазии, правильно же, это наше будущее нашего всего народа. Наверное, надо еще и моральное право иметь за весь народ разговаривать. Я думаю, что не все имеют право. И когда мы даем возможность 8 месяцев заниматься или исправить какие-то вещи, для этого есть народ, есть люди, есть общественные организации. Наверное, все-таки, понимая всю ситуацию, кто и как, и в каком мере, наверное, все-таки надо было собрать людей, поспрашивать, неважно, оппозиционный он или провластный. Я реально хочу, чтобы у нас было идиллия, хотя бы во внешней политике. Вот здесь у нас нет никакого морального права идти в разрез друг к другу. Здесь у нас должно быть мнение одно. А чтобы было мнение одно, не надо врать, что там кто-то обсудил, что это все прошло. Наверное, все-таки можно было время потратить, все-таки эту ситуацию обсудить со всеми. В разные, конечно, были бы мнения, высказывания, но я думаю, что мы пришли бы к общему мнению. И в этом плане, конечно, Сарва, я согласен, если есть возможность, конечно, надо отыграть ситуацию. Это, я думаю, безболезненно пройдет, если на то будет воля власти. Я думаю, не надо конфронтацию создавать. Давайте мы обсудим еще раз. Мы же никуда не спешим же. У нас же счетчик никто временной не выставил, не сказал, что если в такое время не сделаете, там будут какие-то ситуации. И еще один момент, сейчас я сейчас выскажусь, наверное, Тимур Пухутович будет против, мы давно с ним по этому поводу полемики находимся. Единственное, что мы неоспоримо можем говорить, что мы признаем республику, то есть, ну, такое государство, как Грузия, правильно же? Мы же никто не оспаривает, что есть такая страна Грузия. Я думаю, что мы свою государственность тоже признаем. Единственное, в чем я вот здесь вот согласен, на самом деле, если у нас есть республика Грузия, есть республика Абхазия, у нас должна быть государственная граница, которой у нас до сих пор нет. Мы иногда так себя ведем, как будто у нас административная граница, и все для этого делаем. Если у нас есть государственная граница, значит, все соответствующие службы должны там стоять, и не просто стоять, а именно заниматься своей профессиональной деятельностью, которой у нас до сих пор это не происходит. И тем самым мы должны утвердить, что у нас есть государственная граница, а не административная. Это так на всякий случай, если мое мнение потом когда-то кому-то нужно будет, мы еще можем обсудить. Спасибо за внимание.